У вас было такое, что не принимают каски QR или переводы? Нет, такого, к сожалению, не было. Всегда принимают. О, к счастью. Нет, нормально все, с оплатой. Не было такого. Кое, что у меня требовали наличные QR и не работают. Спасибо. Говорили, что нет такой. 1 января стартовал третий этап декларирования. Теперь отчеты в госорганы предоставляют частные предприниматели, учредители, руководители компаний и их супруги. В попытке показать меньший доход владельцы бизнеса просят у клиентов наличный расчет. Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона о платежах и платежных системах, нормы закона Республики Казахстан, предусмотрены различные способы оплаты. Банковской картой, QR-платежами или наличными деньгами. Статья 25 закона. За отказ предпринимателя ждет административная ответственность. Сначала он получит предупреждение, а если ситуация повторится, штраф 40 МРП. Сейчас это около 150 тысяч тенге. Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные платежи. Контролю подлежат лица, получившие наличные счета, мобильные переводы от ста и более разных лиц. В соответствии с действующим законодательством, это признак предпринимательской деятельности. Что хотелось бы еще сказать. Важно, что нет ограничений на переводы родственникам, друзьям, коллегам. В различных жизненных ситуациях. То есть, чтобы привлечь внимание налоговой, на счет физлица регулярно в течение трех месяцев должны поступать средства от более сотни лиц. Контролировать госорганы будут тех, кто с 2024 года обязан подавать декларацию. Работники бюджетной сферы и гвази госсектора, госслужащие, предприниматели, учредители, руководители компаний и их супруги. Проверять состояние счетов налоговая будет только в 2025 году. Сейчас намного выгоднее предпринимателям исполнять налоговые обязательства. То есть, добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчету, они будут исключены из сферы контроля. Также для ведения и развития бизнеса у нас сейчас созданы благоприятные условия. То есть, упрощены порядки налоговых режимов. Ставки налогов составляют всего лишь от 1 до 4 процентов в зависимости от вида деятельности. В 2023 году доля безналичных платежей составила 86 процентов и, вероятно, будет только увеличиваться. В налоговой уверяют, что проверки не коснутся физлиц, а вот если бизнесмен принимает оплату на личный счет, а не юридический, то в отчетный период придется объясняться. Анна Богословская, Александр Янсен, МТРК.